Ну вот опять-таки возвращаясь к моему там практическому опыту Суэк, какая выгода была в компании Суэк, ну прям первое, с чего мы начали, они не хотели строить какие-то пирамиды, луки, у них была задача просто проверить, подтвердить, что их система управления Таир, подчеркивает Таир, соответствует лучшим практикам управления активами, то есть они 10 лет уже строят эту систему и просто хотели проверить. Ну вот, по-моему, был там участник от Ennefit, как раз эстонская компания, вот можете подтвердить там или опровергнуть. Одна из целей это необходимые условия от банков, страховых компаний, уделение кредитов и, соответственно, страхование имуществ, ну объектов. Как ни странно, на Западе, наверное, самая популярная необходимость или ценность именно вот этого стандарта для получения гарантий, получения кредитов. То есть там до Таира очень далеко. Компания «Полюс» сейчас, наверное, по-моему, тоже была в списке участников. Мы, как сказать, местами совместно строим. Просто построение единой системы основаны на лучшей практике. То есть там пока нет задачи сетификации, есть задача просто что-то построить целостное. Ну и коллеги из Казахстана, вот отдельный там респект, как сейчас говорят, они более активны, чем Россия. Вот это Раузский завод у нас был, АЭС. Ну там требования акционеров. То есть там есть внешнее управление и западные компании просто требуют, чтобы сетификат, именно сетификат был на этом предприятии. То есть, опять-таки, чем я говорю, что здесь слово «ремонт» оно почти не применяется. Тут цели внедрения стандарта, они где-то сверху, может быть, даже выше, чем вы сейчас находитесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова